Господин Хороший. Споксмана Следственного комитета, господина Хорошего Маркина. А этот Маркин на самом деле заявил известием, что практически раскрыл политическую подоплеку уголовного дела Леснова, сугубо Леснова, против Алексея Навального. Вот, и, ну, значит, о Прохореве мы чуть позже поговорим, потому что Быков в самолете сложил буквально оду Прохору. А мне вот интересует такой вопрос, вот я хочу спросить Лену Лукьянову, профессора конституционного права МГУ, член общественного совета при президенте России, еще плюс адвоката Ходорковского. Значит, вот смотри, Лен, вот только коротко ответь, потому что вообще не очень коротко, Миша не совсем готов. Значит, вот смотри, вот такое саморазоблачение Следственного комитета, оно может как-то повлиять, ну, не на исход, конечно, суда, да, но хотя бы на его процесс, на объективность этого процесса. Вот как, на твой взгляд, насколько это реально? Ну, это как подать. Это как подать, и об этом... Кто должен подать, Лен? А вот кто-то должен подать, а вот я об этом позже скажу. Но я могу однозначно сказать, что эта новость годится для конкурса, который в 2011 году объявил Следственный комитет. Он объявил конкурс на лучшее освещение деятельности Следственного комитета. И тут, и там есть рубрика «Лучший новостной сюжет», даже есть приказ такой, СК, номер 126. Вот я бы выдвинула на месте вашей передачи это дело на лучшую новость. Вот сейчас ты и выдвинешь, потому что у нас артист созрел. Номер называется... Это Самуил Яковлевич Маршак. Название, правда, сперли у Михалкова дядя Степа в революционер. Пятюня, давай что-нибудь тюремное там. Ищут пожарные. Ищет полиция. Ищет кремлевская вся коалиция. Ищет СК, как охотничья лайка. Генпрокурор по фамилии Чайка. Путин, Медведев и прочая рать яростно ищут, кого бы забрать. Спорят, кого посадить бы такого. Есть Сердюков, но нельзя Сердюкова. Есть Мелочевка, но это карманные. Братья Белаловы есть, но в Германии. Некого, некого им посадить, чтобы хоть в чем-то народ убедить. Крупных бы надо, но духу не хватит. Мелких полно, но ведь это не катит. Трудно, товарищ. Полный привет, кроме Навального. Выхода нет. Выход изящный. Замечу без лестия. Выступил Маркин в газете «Известия». Если б Навальный Кремля не дразнил, Кремль бы, конечно, его не казнил. Но уж если он все-таки дразнится, вор он, не вор ли. Какая нам разница? В городе Кирове быстро, на раз, ямищу вырыли лидеру масс. Только внезапно, как в прошлом году еще, Прохоров встал и сказал негодующе. «Маркин, ты выступил нагло трубя. Надо не Лешу сажать, а тебя. Вся справедливость в России обхаркана. Дело давно забили бы на Маркина, если бы тут соблюдался закон, тот, на который кладут испокон». Вся оппозиция дружно захлопала. «Ах же ты, Прохоров! Ну же ты, Прохоров! Где же нашел ты отвагу и дух, чтобы очевидное высказать вслух? Все принялись озадаченно спрашивать. Где же берется такое бесстрашие? Что бы нам сделать в родной полосе, чтобы, как Прохоров, сделались все? Ищут пожарные, ищут полиция. Вся журналистика, вся оппозиция. Кто же нас выучит? Родина, мать! Все очевидное вслух признавать. Что тут решающий фактор у Миши? То ли, что всех он значительно выше, то ли сестра его очень умна, то ли отсутствует дура жена, то ли владельцу элитной мансарды, храбрость, его предают миллиарды. В общем, какой бы придумать закон, чтобы все стали такими, как он? Ищут пожарные, ищут полиция. Сам я ищу, ведь хочу измениться я. Где бы нам столько миллиардов достать, чтобы такими, как Прохоров, стать? Столько мансард, чтобы резвиться в кроватках? Столько сестер удивительно хватких? Есть ли волшебные типа слова, чтобы мы выросли? Метра на два. Или найти бы ответ на вопросы, бы есть и другие какие-то способы, чтобы не все превратилось в г***ю? Может и есть. Но найти не дано. Ух, спасибо. Жаркий костюмчик у Сумыла Яковлевича. В прошлый понедельник, вы знаете, я пожелал вот со сцены так же Навальному в загадочном лесном деле не стать щепкой. Мне даже аплодировали. Очень было приятно. В следующем эфире, я уверен, что суд над Лешей станет темой нашего ньюзикла по-любому, наверное. И вопрос у меня вот ко всем нашим экспертам. Доберется ли до нашего следующего прямого эфира Леша или уже будет закрыт прямо уже на суде, в зале суда? Ответы ваши ждет Андрей Витальевич Васильев, а я пойду переодеваться обратно. Ну, Лен, я тебя прервал, поэтому с тебя начнем. Во-первых, короткий ответ. Его примут в криру, как ты думаешь? Или все-таки мы увидим его у нас в эфире? Ну, во-первых, я не думаю, что кончится в следующий понедельник суд. А в ходе в зале суда вряд ли, да? Нет, 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 нет. Это только после приговора. Сейчас же вопрос не о мере пресечения. Она не может возникнуть? Ну, думаю, что нет. Нет. Думаю, что нет. Ну, давай тогда вот... По существу очень смешная история. Маркин категорически подставился. Он что сделал? Он, во-первых, настучал на СК. Фактически, у нас есть такая 144-я статья Уголовно-процессуального кодекса, в которой сказано, что ежели в каком СМИ сообщено о каком-нибудь преступлении, то Следственный комитет это обязан расследовать. Маркин фактически настучал на СК, что это дело яйца выеденного не стоит, и что это привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Это первое. Второе. Маркин, как ни странно, настучал сам на себя. Он настолько ядовито там выступал и говорил, нарушая презумпцию невиновности, что его собственное сообщение о собственном преступлении тянет на 294-ю воспрепятственную суду. Потому что он фактически перед судом надавил на правосудие. По этому поводу, вот я сегодня утром написала запрос Бастрыкину, потому что для того, чтобы 144-я заработала, нужно, чтобы кто-нибудь туда обратился. Вот Институт мониторинга правоприменения Общественной палаты. Вот мы... Камере, камере покажи. Да. Написали обращение к Бастрыкину с просьбой немедленно начать прокурорскую проверку по тем фактам о преступлениях, о которых сообщил Владимир Иванович Маркин. А он все бросит, Бастрыкин, и начнет... А он обязан. А он обязан как минимум проверочку-то провести. Можно было бы еще в прокуратуру написать, но дело, оно подвезло на СК, потому что Леша адвокат. Лен, ты святой человек. Вот не случайно тебя в общественный совет выбрали президент России. Общественный палат. Ума. Палата. Я вернулся. Я хочу сказать, что Леша Навальный недавно объявил, что он хочет быть кандидатом в президенты или кандидатом в президенты. Что он? Для чего он это сделал? Как вот в суд, так и политика сразу такая полезна. Как это? Вот почему? Что-нибудь верит, что таким образом можно себя обезопасить от суда, если объявить, а я вот зато там председатель партии или там президент России? Вот Ваня Ахлобыцин только билеты продал, а... Ну, зачем же обезопасить? Тут столько примеров. Вот. Человек отсидел 28 лет и стал президентом. Мандела. Вот у нас еще есть вполне заметный... В смысле, что Алексей Навальный достаточно молодой, и все у него впереди? Более того, заработать надо. Молодых в президенты не берут. Ну, вообще-то Ганди говорил, что каждый политик должен посидеть в отечественной тюрьме. Леша, ты слышишь нас? Как все тут за тебя болеют. На самом деле, Навальный, когда это сказал, он после этого совершенно искренне изумлялся, что он же не сказал ничего нового, что он до этого 10 тысяч раз не говорил. Это такой очень классный эпизод. Вот мы после 5 декабря 2011 года все оказались в этом московском спецприемнике номер один. И за два дня, а даже за день до митинга 10 декабря, рано утром, Яшин, собственно, я сидел в соседней камере, Яшин в коридоре напротив, Навальный в камере номер 5. И Яшин к нему с утра начал долбиться в дверь и говорить. И орать, потому что там же не слышно, двери огромные, спецприемники орать. Навальный, тут, собственно, я... У меня с Немцовым сейчас по секретному мобильнику буду говорить через полчаса. Ты должен выдвинуться в президента, если сделаешь нам всем труба. Ну, Навальный делал вид, что он не слышит, что тюремные двери толстые, и дальше его прогонял конвой. Навальный действительно толстый. И вот тогда он это не сделал, но после этого он очень много раз говорил, что, конечно, он хочет достичь всех самых высоких... Ну, тема-то какая была? Этим обезопасить можно себя? Вот сейчас, от уголовки там, например? Нет? Можно только наоборот, потому что специально введена статья... Разразните только, может быть, да? ...в наш избег, специально, и совсем недавно, что, ежели ты привлечен к уголовной ответственности, и у тебя неснятая судимость, то никуда избираться ты не можешь. Я думаю, что нельзя этим обезопаситься, потому что вот в моей психиатрической практике очень многие люди выдвигали себя в президенты, а многие даже выдвигали в Наполеоны, и даже в... Проходили выборы. ...в министра финансов даже, вот, и все равно им это не помогало. Как нам Петя обеспечил изящный переход? Да, и мы переходим... Коллеги, сейчас изящный, а ты еще не то скажешь, будет неизящный. Мы переходим к борьбе власти с неполитическими организациями, хотя эта тема не такая уж и новая. Тут Владимир Владимирович не так, он отходчив, он объявил в Голландии, что на НКО собрали грантов, там, что-то на... Миллиард. На миллиард, почти на миллиард долларов, и, во всяком случае, министерство юстиции сразу же, там, 9 тысяч дел завело на эти НКО бедные. И вот кто верит во все эти шпионские и тайные игры, что это действительно деньги, действительно мы даем, чтобы они там подпиливали... Враждебное предназначение этих денег. Устоя по обществу, ничего подпиливать. Миш, он же артист, Миш, дай сформулировать. Кто-нибудь верит за этим столом во враждебное происхождение этих иностранных грантов? Шпионские. Я не верю. Так, кто-нибудь верит? Ну, почему же не поверить? Я вот сам был шпионом, мне никакую работу не брали, как американских шпионов. Я за американские джинсы служил за границей. Так что вот вам, живое, воплощение. Депутат Охмастов. Ну, все не бывает, нельзя вот утрировать, да. Я один пример вам могу сказать, что, например, возьмем страну Болгария. Я пример вам приведу. Помните поговорка, да? Хороша страна Болгария. Курица не птица, Болгария не заграница, да. А реально, как бы я туда достаточно часто езжу, общаюсь с людьми. И 135 лет, вот в этот 3 марта, исполнилось со дня освобождения Болгарии от 500-летнего турецкого ига, которое было русскими солдатами. Там более 200 тысяч россиян погибли. Это был указ Александра II ввести войска, объявить войну. И все 130 лет болгары были благодарны России. Да, и говорили спасибо России за наше освобождение. А НКО-то тут причинули? Я вот сейчас перехожу к теме НКО. У вас переход. Да, за последний год Соединенные Штаты вложили в Болгарию 509 миллионов долларов. Это открытая информация. Меньше в России. Меньше. Но там 7 миллионов человек, да. Что плохого? И сейчас, да, когда звучит спасибо России, Молдавии, Украине, Финляндии, странам Прибалтики за наше освобождение от османского ига. Ну так для информации, молдаван погибло 2 человека, да. А это была Румыния, которая тоже, спасибо, была вассальным княжеством, да. И они там направили, по-моему, полк. Вот. Финнам спасибо за что. Потому что Финляндия тогда входила в состав России. И в России полки назывались именами губерний. Максим, куда-то уводите. Финский полк. И вам спасибо, Максим. Значит, то, что Соединенные Штаты и другие страны направляют деньги в Россию с тем, чтобы влиять на те или иные процессы. Я не говорю, что все деньги, все НКО, да. Но часть НКО действительно занимается тем, что они пропагандируют американский образ жизни. Товарищ полковник, а вы как говорите? Навязывают какие-то вещи. Это не секрет. Это всегда было и всегда будет. Давайте, товарищ полковник, с военной точки зрения. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы вам что ни сказал, вы все равно не поверите. Дорогие друзья, мы сейчас просто гадаем, потому что у нас пока нет конкретных фактов, не предъявлено общество о том, что есть в России организации, которые работают против же самой России на иностранные деньги. Кто бы мне ничего не сказал, но я видел некоторые документы, документы, фамилии, цены. Я видел документы, в которых люди сами признаются. Внимание. А теперь я хочу вам второй вопрос. В чем признаются? В том, что они работали против российского политического строя, в том, что они консолидировали оппозицию. На Лубянке признавались. Да. Эти люди, честно признались, надо сказать, не лукавили совершенно, не лукавили. Год-то 37-й был? Нет. 51-й. Это был, по-моему, 17-й год. А поймали кого-нибудь? Вот, кстати, вот из тех кого-то, вы говорите, документы вы видели. Был прецедент, чтобы кому-нибудь хотя бы инкриминировали официально открыто антигосударственное действие? Хорошо, хорошо, я как раз сейчас этим занимаюсь, и я обещаю вам в следующей передаче предоставить конкретную факту и фамилию. Ребята, возможно, пока это. Дорогие друзья, дорогие друзья, мы, конечно, можем сейчас сколько угодно смеяться над этой темой и друг другу говорить, да ничего там никто не делает. Но, с другой стороны, ведь есть же документы, в которые сами американские специалисты открыто нам признаются, что мы платим определенным структурам, которые борются за демократию России. Как говорил Андрей Платонов, документы – это вечная память мыслям человечества. То, что происходит под понятием демократии в России, это очень отвратительно, потому что это не демократия. Это какое-то уродливое состояние, в котором мы живем. Это не демократия. Ребята, что сказал Обама? Сколько у него наших НКО? У Обамы сколько наших НКО? А у Обамы я вам скажу, я скажу, наша одна. Одна, да. И причем возглавляет тут организацию американец. Нет, нет, американец. Там очень интересные вещи. Вы знаете, уже с 1938 года существует, но американской власти попросили предоставить подробнейшую информацию. Кто финансирует, на какие цели расходуются. Попробуйте вы нашу сейчас организацию. Вот попробую, остренький вопрос, я попробую. Скажите, пожалуйста, кто плодит врагов власти? Вот плодит. Вот кто? Кому это выгодно? Вам так и хочется сказать, что их плодит Кремль. Вы, конечно, сейчас будете бурно асфальтировать. Нет, у нас есть версия. Мы специально подводим к номеру. Дорогие друзья, давайте посмотрим ролик. Одно внимание. Это нормальное состояние общества. У власти всегда должна быть оппозиция. И если у оппозиции нет, это хреново. Все. Прекрасно. Итак, ролик, который называется «Хижина дяди Сэма». Вставай, что-нибудь пятюня антисоветская. Что-что-то. Христа Радина. Я дядя Сэм. Мне нелегко. Я стар и вечно озабочен. Я помогаю НКО, правозащитникам и прочим. Меня почти хватил инфаркт. Когда признался немцем, Вова, то я потратил миллиард на вашу тут свободу слова. Какой миллиард? Опомнись, Вов, я жду тебе и мир с востока. Я на своих-то стариков уже давно не трачу столько. Ты головой не качай. Я помогаю, чем осталось. То Алексеевой на чай, то Пивоварову на старость. Я, как боец давно просел, уж не стою, ползу на стреме. Ну, правда, денег нет совсем. Я не работаю в Газпроме. К тому же, слава небесам, хоть ваша нефть слегка просела, Но ты справляешься и сам намного лучше дяди Сэма. Двенадцать месяцев в году ты сам, и вся твоя команда плодит. Такую десиду, что даже спонсоров не надо. В раскрутку их вложился так ты сам, и верный твой, Володин, Что ни один ваш внешний враг, будь он хоть трижды подколоден, И чтоб какой-нибудь борец не стал просить поддержки снова, Давай поделим, наконец, свои обязанности, Вова. Твои возможности крутые, и велики твои таланты. Борьба с режимом, это ты, абсурд и хамство, это ты, Варьей чистки, это ты, а я, сочувствие, и гранты, И если надо, и мигранты, когда приблизиться к гранты. Видите, товарищ полковник, вот как вы сказали, так мы и сделали. Вы знали, что мы сделаем так. Зулы у ты человек, когда мы сделаем. Это не я, это Быков. Я бы, я же нет, это Быков. Вот в чем дело, а я только кривляюсь. Застучал, не глядя вообще. Застучал, не глядя, конечно, о чем говорить. Нет, но все-таки надо разделить. Это наша версия, это наша версия, кто плодит десиду. Почему молчит Дмитрий Дебров? Вот кому уж кому о десиде ответить, так это Димит. А вот почему, Мишенька, мне отсюда, за человеком, уже вошедшим в историю русской культуры, господином Войновичем, хорошо видна новая Россия. Та, что придет через 30 лет. Я вижу ее лицо. Наложите ей с прибором на нашу Батраха-Миамахию, на войну лягушек и мышей. Покажите, пожалуйста, сына Димы Быкова, Андрюшу. Посмотрите, какая смертельная скука на его божественном лице. Вот как новая Россия, а именно она и есть, наша единственная надежда, будет ко всему этому относиться. Честь имею. Я подожду литературные темы. Спасибо, кстати, Дим. Я вот с тобой совершенно согласен. Вот я, вот, например, я лично, вот Быков с тобой не согласится. Я, кстати, не верю совершенно, что там борцы, скажем, с режимом или с нынешней властью, они могут при моей, по крайней мере, жизни что-то изменить в этой стране. Правда, не верю. Но при этом, я бы как раз удивительно, почему надо из врагов власти, ну, то есть в наших... Не врагов, а оппонентов власти. Нет, зачем? Ну, причем врагов, оппонентов лично Путина. Вот так скажем. Какая власть у нас? Только Путин. Почему они сразу попадают во враги народа? Зачем так у нас устроено? На мой взгляд, достаточно беспомощные люди. Вот зачем? Есть такое? Ну, реально, они попадают во враги народа. Попробуйте, вот резоны какие-то есть. Колесик, вот мне к тебе вопрос. Чтобы бы не строили, какую партию бы не строили, все равно КПСС получается, да? Поэтому, к сожалению, от этого и не идешь. Но все-таки, возвращаясь к НКО, я бы разделил их на три категории. Первая категория, наверное, самая многочисленная. Те, которые действительно что-то хотят изменить в нашей стране, в интересах нашей страны и к лучшему в нашей стране. Вторая категория, будем так говорить, они действительно есть. Вспомнить чеченскую кампанию, да, когда боевики были во всем мире, да, благодаря усилиями многих НКО, да, самоотверженные борцы за свободу, да, а все остальные жители нашей страны были поработителями и издевались над бедными чеченскими защитниками свободы и демократии. Да, там демократия по шариату была, так, про между прочим. Даже несмотря на то, что там иностранным журналистам голову отрезали и отправляли их в посылках на родину. И есть третий НКО. Потрясный голову у меня созрел, он правда созрел, очень дружественный для народа, для всего нашего народа лозунг реклама на канале Дождь.